Разрешите представиться. Я учитель математики Боярская Валерьяна Валерьевна. Работаю в Амгинской среднеобщеобразовательной школе номер 2. И тема нашей сегодняшней консультации – это практика ориентированной задачи с первого по пятое задания на тему дороги. И давайте первое задание. Для того, чтобы выполнить это задание, мы очень внимательно должны с вами должны с вами прочитать текст. Настя летом отдыхает у дедушки и ее бабушки в селе Поченки. Настя с дедушкой собираются съездить на машине на железнодорожную станцию Акулова. Из Поченок в Акулова можно проехать по прямой грунтовой дороге. Есть более длинный путь по шоссе, через деревню Бершки до деревни Ухватова, где нужно повернуть под прямым углом направо на другое шоссе, ведущее в Акулова. Есть и третий маршрут. В Вешках можно свернуть на прямую грунтовую дорогу, которая идет мимо озера прямо в Акулова. По шоссе Настя с дедушкой едут со скоростью 70 км в час, а по грунтовым дорогам – 48 км в час. Расстояние по шоссе от Поченок до Вешек равно 28 км, от Поченок до Ухватова – 64 км, а от Ухватова до Акулова – 48 км. Значит, в тексте задачи у вас будет вот такая вот схема. И здесь вы, прочитав эту задачу, должны внести данные, населенные пункты в последовательности, да, из прочитанной задачи. Давайте здесь, есть очень ключевые слова, ключевая фраза. Через деревни Бершки до деревни Ухватова, где нужно повернуть под прямым углом направо на другое шоссе. Под прямым углом мы видим здесь только, где у нас пункт 1. Значит, вот где под пунктом 1, под цифрой 1, это у вас будет деревня Ухватова. Она у нас тут одна единственная, да, под прямым углом. Значит, где деревня Ухватова, вы ставите цифру 1. И сразу с деревни Ухватова, да, она сразу ведет в Акулова. Когда вы поворачиваете направо, значит, точно это у вас будет под номером 2. Это будет станция Акулова. Так как вы в деревню Ухватова через деревню Бершки попадаете, да, тогда точно будет под номером 3, это наша деревня Бершки. Ну и однозначно остается под номером 4, это где село Коченки, где отдыхает наша Настя. Итак, разобрались, вот эти рисунки данные вы обязательно, ребята, у себя в черновиках должны внести. И аккуратно заполняя таблицу, да, вот в такой вот последовательности вы обязательно должны внести данные в бланки ответов 2, 3, 4, 1, без запятых, без точек. Перейдем к заданию номер 2. Задание номер 2. Сколько километров проедут Настя с дедушкой, если они поедут на станцию по шоссе через Ухватово? По шоссе. Так, разберемся теперь, да, по схеме. Мы еще из курса геометрии знаем, да, что шоссе, это она у нас выделенная, жирная и намного отличается от грунтовой дороги. Значит, вот эти вот прямыми линиями это шоссе, грунтовые дороги это у нас пунктирные линии. И здесь по условию задачи у нас расстояние от Починьки до Ухватова дано. Так, от Починьки до Вешки тоже дано у нас, да. 64 километра это от Починьки до Ухватова. И от Ухватова до Акулова тоже по условию задачи дано. 48 километров. И достаточно здесь найти расстояние, сумму вот этих вот расстоян, длин от населенных пунктов. Составляет 112 километров. Ответ вы пишете 112, единицы измерения в бланке ответов не записываем. Задание номер 3. Найдите расстояние от деревни Вешки до станции Акулова. По прямой от деревни Вешки до станции Акулова. Здесь я указала по прямой, это значит получается по грунтовой дороге. Да, и если здесь рассмотреть хорошенечко рисунок, у нас где вот, скажем, где у нас деревня 1, да, цифра 1, это получается где цифра 1, где цифра 2, где цифра 3, если хорошо разглядеть, то на геометрическом языке мы видим здесь наш обычный прямоугольный треугольничек. И здесь для того, чтобы, да, получается расстояние, которое нам нужно найти, обозначим за х, и для того, чтобы найти длины сторон, да, до наших назначенных пунктов, мы должны определить расстояние от Вешки до Ухвата. Это есть разность чисел 64 и 28 и составляет 36 километров. Остальную от пункта 1 до пункта 2 назовем, да, у нас по условию задачи известно 48 километров. И давайте, чтобы было удобно, мы вот этот вот чертеж вынесем как прямоугольный треугольник. И в прямоугольном треугольнике у нас получается неизвестна наша гипотенуза. И достаточно здесь воспользоваться теоремой Пифагора, которую вы все хорошо знаете. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Отсюда мы находим, что гипотенуза, квадрат гипотенузы равняется числу 3600, и наше расстояние от Вешек до Акулова составляет 60 километров. Перейдем к следующей задаче, задание номер 4. Сколько минут затратит на дорогу Настя с дедушкой, если поедут на станцию по прямой грунтовой дороге от Почина до станции Акулова? Тоже, если хорошенечко разглядеть эту схему, мы видим наш прямоугольный треугольник, где стороны этого треугольника известны. 64 километра одна сторона составляет, и другая сторона треугольничка составляет 48 километров. Получается, нужно тоже, опять же, найти нашу гипотенузу по теореме Пифагора. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. И составляет вот это вот расстояние нашей гипотенузы, да в данном случае 80 километров. Перейдем к заданию номер 5. Извините, пожалуйста, значит, здесь мы должны были вычислить, очень внимательно мы должны были прочитать задачу, сколько минут затратит на дорогу Настя с дедушкой. Мы сначала по теореме Пифагора нашли с вами расстояние, а нам нужно вычислить с вами время. Так как у нас по условию задачи скорость по грунтовой дороге составляет 48 километров в час, и для того, чтобы определить время, мы должны наше расстояние разделить на скорость. И выражается у нас время в часах. А мы должны по условию задачи найти минуты. Выражаем, переводим в минуты. И получаем 100 минут. Ответ 100. Записывайте в бланк ответа. Перейдем к заданию номер 5. Определите, на какой маршрут до станции потребуется меньше всего времени. В ответе укажите, сколько минут потратят на дорогу Настя с дедушкой, если поедут этим маршрутом. Как мы выше уже нашли, мы здесь должны с вами найти время. И с предыдущей задачи мы время уже нашли от пункта 4 до пункта 2. То есть от Починок до Акулова уже мы нашли одно время. И составляет это у нас 100 минут. Значит, мы должны найти время по шоссе и время через деревню Вешки. Для этого у нас вот эти вот все данные тоже даны. От Починков до Ухватова. От Ухватова до Акулова 48. И вот эти вот расстояния тоже от Вешек до Акулова мы с вами нашли. От Починок до Акулова нашли. Из выше сделанных наших задач там 60 и 80. Осталось найти нам, получается, только время. Сначала давайте мы определим время по шоссе. По шоссе. И опять же давайте вспомним. Чтобы найти время, мы должны расстояние разделить на скорость. И расстояние по шоссе у нас составляет с вами 112 километров. И по условию задачи у нас по шоссе скорость составляет 70 километров в час. Значит, мы 112 должны разделить на 70. И это у нас получается 1,6 часа. Нас интересует время в минутах. Значит, мы должны с вами вот это вот время перевести в минуты. И это будет у нас 96 минут. Теперь мы должны найти от Починок до Акулова через деревни Вешки. Здесь, ребят, надо быть внимательнее, потому что мы сначала едем по шоссе, а потом уже по грунтовой дороге. Значит, вы отдельно должны здесь найти время по шоссе и к нему сложить время по грунтовой дороге. Значит, по шоссе у нас, еще раз напоминаю, скорость 70 километров в час. По грунтовой дороге 48 километров в час. Находим сумму вот этих вот, ну, сумма времени по шоссе и по грунтовой дороге. И это у нас будет составлять 1,65 часа. Тоже обязательно нужно перевести в минуты. И будет у нас в минутах 99 минут. Из предыдущей задачи у нас уже мы нашли, да, время от Починок до Акулова по прямой. Это у нас составляло 100 минут. И отсюда нам нужно выбрать самое меньшее время по условию задачи. Это 96 минут. В ответ вы записываете 96. Спасибо всем, ребята, за внимание. Спасибо.